Создание Центра управления регионом стартовало в начале этого года. Подобные учреждения созданы во всех регионах России. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал правительству в январе. Центр управления регионом призван отслеживать сообщения о проблемах в муниципалитетах в интернет-сети и перенаправлять их в конкретные органы власти для решения проблем в наиболее короткие сроки. Центр управления регионом выводит на новый уровень, обеспечивает новый формат. Работает с обращениями, сообщениями, предложениями жителей региона по всем волнующим их вопросам и проблемам. Причем как в активном режиме, так и в проактивном режиме. В основе работы Центра лежит две системы. Основная – это инцидент-менеджмент. С помощью специальной платформы сотрудники Центра отслеживают различные сообщения из интернета, в том числе соцсетей. Они моментально отражаются на так называемой тепловой карте региона и распределяются по тематическим блокам. Всего их восемь. За Эльвирой Яблоковой закреплен блок здравоохранения. Перед началом работы девушка прошла обучение, прочитала много методической литературы. Работа для нее сложная, но интересная. Это очень актуальная тема и на данное время очень сложно работать на сегодняшний день, поскольку тема коронавируса у нас всегда будет. И думаю, в ближайшие два года. Нехватка определенных вещей и в больницах, и везде. После сбора сообщения направляют в органы власти – региональные, либо муниципальные. Также система проводит мониторинг сообщений и определяет, необходим ли официальный ответ от представителей органов власти. И перенаправляет сообщения чиновникам, чтобы они со своих официальных аккаунтов в соцсетях могли дать ответ по конкретным сообщениям. Мы будем идти этим путем. И считанное и попавшее в инцидент обращение под ним на аккаунте органы власти, отвечающего за данное направление, будет, например, «Видим, приняли, взяли в работу». Вот такой ответ. Задача центра на ближайшее время – подключить к работе все муниципальные образования региона. Начнут с крупных городов – Владимира, Коврова, Мурома и других. Также для повышения эффективности на сайтах муниципалитетов появятся специальные виджеты. А с 1 декабря планируется внедрить мобильное предложение Центра управления регионом. Лады Кочетова, Анна Столярова, Алексей Ковалев, Телеканал «Вариант».